Здравствуйте, с вами Юлия Титова, эксперт по зарубежной недвижимости. Сегодня мы поговорим про Арабские Эмираты в целом и Дубай в частности. Для тех, кто смотрит мои ролики впервые, в двух словах расскажу о себе. Я занимаюсь недвижимостью за рубежом более 20 лет. Основной моей специализацией являются страны Европы. За долгое время рынок менялся и менялись приоритеты русскоязычных покупателей. Поэтому в разное время я и моя команда делали акцент на различных странах и направлениях в зависимости от потребностей клиентов. В последние годы основным направлением нашей деятельности были паспортные программы, программы ВНЖ и ПМЖ. Многие семьи стали гражданами или резидентами европейских стран с нашей помощью. Эта тема актуальна и по сей день. Мы продолжаем по ней работать. Однако возможности тают буквально на глазах. Чтобы узнать, какие программы по получению вида на жительство ПМЖ или гражданство еще актуальны, обращайтесь за консультацией. Контакты на экране. Но тема нашей сегодняшней беседы – Эмираты. Будем говорить о них. Смотрите в серии. Визовый режим ИВНЖ Дубая. Почему стоит инвестировать в недвижимость Арабских Эмиратов? Чем Дубай отличается от других знаменитых мегаполисов? Популярные заблуждения о недвижимости Дубая. Итак, Объединенные Арабские Эмираты. Начнем с возможности переезда. Страна разрешает безвизовый въезд сроком на 90 дней. Приобретение готовой недвижимости дороже 205 тысяч долларов США дает право получения резидентской визы, аналога ВНЖ сроком от 6 месяцев до 3 лет. При увеличении суммы инвестиций срок резидентской визы может вырасти до 10 лет. Но проще и быстрее всего получить двухлетний ВНЖ. Резидентская виза позволяет долгое время находиться на территории ОАЭ, свободно выезжать и выезжать из страны, не проживать в стране постоянно, открыть счет в банке и взять кредит, получить статус налогового резидента ОАЭ, вести свой бизнес в Эмиратах, работать в местных компаниях, отдать детей в местные школы, учиться в университете, оформить медицинскую страховку и пользоваться услугами здравоохранения, получить водительское удостоверение, подать заявку на шенгенскую визу и на визу в США. Несколько важных комментариев. Получить гражданство Эмиратов иностранцу практически невозможно. И в отличие от граждан страны, резиденты не могут пользоваться бесплатной медициной и бесплатными школами. С видом на жительство можно пользоваться только платными услугами. Вместе с основным заявителем, которым должен быть в случае полной семьи именно муж, резидентами могут стать его супруга, сыновья до 18 лет, незамужние дочери любого возраста, родители. О других нюансах, которые важны лично для вас и вашей семьи, вы сможете узнать, обратившись к нам за консультацией. Почему стоит покупать недвижимость в Эмиратах? Конечно, не только за ВНЖ. Как я уже говорила, рынок недвижимости меняется. Для многих приоритетным становится вопрос сохранения денег. Изменившиеся условия по банковским вкладам, сложности на отечественном рынке недвижимости, перспективы экономики в целом, трудности, связанные с платежами в Европу, вынудили многих обратить свои взгляды на Восток в целом и Эмираты в частности. Мы работали с Дубаем еще 15 лет назад, однако никогда не делали мощный акцент на этом направлении. В последние три года спрос стал расти, а в связи с последними событиями еще более резко. Таким образом, я вынуждена признать, что недвижимость в Арабских Эмиратах для меня это история скорее не по любви, а по расчету. Хотя все эти годы я пристально следила за тенденциями рынка, прекрасно понимаю ситуацию на нем, но большого желания активно здесь работать у меня не было. Что же поменялось и почему инвесторы со всего мира обратили взгляды на Дубай? Очевидно, что начиная с пандемии вера в стабильность нарушена. И это глобальное явление, касающееся не только русскоговорящей публики. Все это время недвижимость в регионе позволяет получать стабильно высокий доход от аренды. Когда ставки в мировых центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Гонконг колеблются в диапазоне 3-4%, в Дубае они составляют не менее 6. Параллельно быстро растет население города, что подтверждает статус Дубая как одного из самых развивающихся центров мира. За последние 40 лет число жителей здесь увеличилось в 10 раз. Еще в 2017 году население Дубая составляло 3 миллиона человек, и уже тогда здесь жили экспаты из 190 стран мира. К началу 2022 года превышена планка в 3,5 миллиона. По прогнозу к 2040 в городе будут проживать около 6 миллионов человек. А это строительство новых районов, высокий арендный потенциал, развитие инфраструктуры. Одновременно растет важность Дубая как мирового транспортного узла. Город расположен менее чем в 8 часах лета от 70% значимых мировых направлений. Пассажирский поток местного аэропорта в 2017 году 85 миллионов пассажиров. Последние 8 лет это самый загруженный аэропорт мира, и по всем прогнозам в 2022 году он останется лидером. Безусловно, сюда прибывают не только транзитные пассажиры, но и туристы, а также огромное число людей бизнеса. Крупнейшие мировые компании открывают в Дубае свои офисы. Это устойчивая тенденция, которая только усилилась в связи с последними событиями в мире. Крупный и средний бизнес, множество компаний с мировым именем перемещают свои интересы именно в Арабские Эмираты. Третий год мы слышим фразу, что мир никогда не будет прежним. Теперь в этом уже не осталось сомнений. При всей нашей любви к Европе и Америке, как традиционным направлением для отдыха, учебы, бизнеса и жизни, в ближайшем будущем всем нам, вероятно, придется пересмотреть свои приоритеты. Многие уже сделали это, кто-то думает и строит практические планы. На этом давайте закончим лирику и перейдем к фактам. Что такое рынок недвижимости Дубай в цифрах? Давайте считать, что мы договорились. Дубай уже стал мировым центром притяжения или очень скоро станет таковым. Давайте сравним цены в топовых городах мира на недвижимость премиум-класса. Чтобы упростить расчеты, будем оперировать суммой в миллион долларов. Сколько квадратных метров премиального жилья можно купить в мировых центрах на эту сумму? Внимание на экран. В Монако, Гонконге, Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Лос-Анджелесе, Женеве, Париже до 50 квадратных метров. В Сиднее, Шанхае, Токио, Берлине, Майами, Мельбурне от 50 до 100 квадратных метров. В Дубае за миллион можно приобрести более 100 метров. Получается квадратный метр недвижимости премиум-класса в 5 раз дешевле, чем в Гонконге, Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре. И в 3-4 раза дешевле, чем в Лос-Анджелесе, Женеве, Париже и Сиднее. Какие перспективы это открывает, думаю, очевидно. На рынке недвижимости Дубая представлено множество жилых и коммерческих объектов. Ежемесячно заключается от 6 до 9 тысяч сделок. Столь высокая активность фиксировалась еще во время подготовки международной выставки Экспо и продолжилась сегодня, в эпоху перемен. Только за 2021 год число продаж в регионе увеличилось на 80%, а объем транзакций, связанных с ними, удвоился. То есть средний чек сделки вырос приблизительно на 40% и составляет на сегодняшний день 700-800 тысяч долларов США. Такая картина складывается из-за наличия на рынке объектов совершенно разных ценовых сегментов. В Дубае можно приобрести квартиру даже за 100 тысяч долларов. Основная масса предложений приходится на диапазон от 300 до 500 тысяч. Наконец, существенная доля сделок происходит в элитном сегменте, где оперируют суммами в несколько миллионов долларов. При этом мы говорим не только о приобретении вилл и пентхаусов для личного пользования. Высока активность частных инвесторов, покупающих апартаменты целыми этажами с целью дальнейшей перепродажи. А теперь несколько мифов о рынке недвижимости Дубаи, которые мне хотелось бы разрушить. Миф первый. Существует заблуждение, что Эмираты это рынок первичного жилья. Однако статистика земельного комитета говорит о сбалансированном соотношении. На вторичку приходится 60% сделок. Здесь важно определиться с понятиями. Первичным жильем будем называть любую недвижимость, купленную у застройщика, готовую или на этапе строительства. Вторичкой – объекты, которые перепродает не застройщик. Они тоже могут быть готовыми, старыми или новыми, или вариантами на этапе строительства. Как я уже сказала ранее, перспективные объекты активно разбирают в первые дни выхода на продажу инвесторы, фиксирующие прибыль на этапе строительства. Итак, сегодня рынок предлагает возможности для капиталовложений на любой вкус и кошелек. Миф второй. Несмотря на то, что львиная доля сделок и на первичном, и на вторичном рынке заключается на этапе строительства, это не значит, что готовой недвижимости в продаже нет и что она менее выгодна. Да, приобретение старой квартиры в неблагополучном районе – сомнительная перспектива. Но на рынке имеется предложение нового готового жилья, например, в престижных местах Бизнес-Бэй, недалеко от Бурж-Халифа, за совершенно адекватные деньги. Эти объекты будут востребованы у арендаторов, они быстро сдадутся на несколько лет и сразу начнут приносить доход от долгосрочной сдачи в аренду. Не буду голословно, пример на экране. В зависимости от объема и сроков капиталовложения мы предлагаем индивидуальные стратегии инвестирования. Кому-то интересно вложить деньги, полученные от продажи квартиры в Москве, и получать стабильный доход в валюте от долгосрочной аренды с минимальным личным вовлечением в процесс. Кто-то вообще не хочет участвовать в нем, а готов вложить деньги, настаивая на самом надежном доходе. В этом случае подходящим решением будет приобретение номера в отеле с гарантированной доходностью около 8%. В такой схеме инвестору вообще не придется ничего делать. Правда, ликвидность такого приобретения в перспективе будет ниже, чем у жилых апартаментов. Для азартных игроков, заинтересованных в быстром обороте капитала, работает спекулятивная стратегия. Это покупка недвижимости в исключительно востребованном проекте на старте продаж и выставлении на перепродажу через несколько месяцев. Такая стратегия приносит высокий доход в зависимости от проекта от 20 до 50% годовых. Однако риски здесь максимальны, ведь мы имеем дело со строительством. Кроме личных предпочтений, важно знать нюансы, которые зачастую неизвестны ни застройщикам, ни агентствам, специализированным исключительно на рынке ОАЭ. Например, в последние месяцы актуален вопрос банковских переводов и сопроводительных документов. А для кого-то может быть интересно открытие компании. Здесь важны рекомендации, учитывающие как макроэкономические параметры, так и отечественную специфику. Ну а пока миф третий. Многие слышали, что в Дубае нулевой налог на недвижимость, и это действительно так. Однако важно понимать, что речь идет о первом объекте в собственности. Подразумевается, что это недвижимость для личного пользования. Если же, приобретая несколько объектов с целью последующей перепродажи, то с 1 июня 2023 года прибыль от бизнеса, а перепродажа недвижимости относится к этой категории, будет облагаться 9% налогом, если доход превысит 102 тысячи долларов. Кроме этого, если инвестор не планирует жить в Эмиратах и становиться налоговым резидентом страны, он попадает под налог на прибыль, действующий в стране, налоговым резидентом которой он является. Так что если речь идет о единственной недвижимости и личном проживании, все не так критично. Для тех, кто действует в более крупных масштабах, будут индивидуальные рекомендации. Переходим к четвертому мифу. Согласно данным земельного комитета Дубая, основная активность на рынке происходит в сегменте квартир. Анализируя спрос со стороны наших клиентов, могу подтвердить данную тенденцию. Большинство покупателей приходят на объекты в новых высотках. Поэтому изникает стереотип восприятия. Эмираты ассоциируются с бурж-халифой, картинка, которая всплывает при слове Дубай, это район бизнес-бэй с его небоскребами. Однако, если проанализировать объемы строящегося жилья в сегменте таунхаусов и вилл и спрос на аренду таких объектов, а затем сопоставить его с уровнем цен, мы видим интересную картину. Спрос на таунхаусы и виллы значительно превышают предложения. Они необыкновенно востребованы в аренде. Последний год цены на такие активы стремительно растут. То есть стоимость квадратного метра жилья в высотках значительно выше, чем у вилл или таунхаусов. Но рост цен на последние значительно превзошел аналогичные показатели по квартирам. Рыночная цена квартиры с одной спальней в районе бизнес-бэй сопоставима со стоимостью таунхауса с тремя-четырьмя спальнями в получасе езды от центра. Уверена за этим сегментом будущее. По мере того, как будет расти стоимость квадратного метра жилья в центре, а новостройки будут отдвигаться от центральных районов, спрос на таунхаусы и виллы будет расти. Безусловно, стать владельцем хорошей недвижимости в деловом районе мирового экономического центра всегда перспективно. Но с учетом специфики региона и этапа развития рынка нужно понимать, что в центральных районах будет востребовано качественное и не старое жилье. В зависимости от сроков инвестиций и личных возможностей нужно адекватно подходить к выбору объекта. Вопрос о том, как и кому придется продавать свою недвижимость в будущем, будет особенно актуален на рынке Дубая. В рамках одного видеосюжета невозможно осветить все важные аспекты по данной тени, объяснить специфику районов и дать конкретные рекомендации. Буду рада сделать это в индивидуальном порядке. В заключении еще несколько коротких, но важных фактов. При покупке недвижимости в Дубай платится единовременный налог ДЛД в размере 4%. В Абу-Даби он составляет 2%. Его оплачивает каждый новый собственник жилья. Буквально еще одна фраза про Абу-Даби. Да, он интересен, хотя это менее раскрученные и понятные русскоговорящие публики направления. Цены там не дешевле, чем в Дубае. И последнее. В связи с тем, что спрос на недвижимость в Эмиратах сейчас огромен, о скидках говорить почти не приходится. Если продавец готов снизить цены, покупателю стоит задуматься. Вероятнее всего, его заинтересовал неликвид. Застройщики на стоящих объектах ведут себя сейчас абсолютно уверенно. Если не это, другой покупатель придет завтра. Небоскребы из тысячи юнитов раскупаются на 80-90% при анонсе продаж, а затем в течение нескольких месяцев допродаются остатки. Это то, что происходит на ожидаемых объектах, которые интересны инвесторам и перспективны. На этом у меня все на сегодня. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok